Еще раз здравствуйте! Сегодня 10 марта. Как и обещала, я хочу приготовить салат белая береза, березка, березовая роща, если несколько березок там будет. Кому как нравится. Какие ингредиенты нам нужны для этого салата? Я уже отварила в подсоленной воде грудку. Грудку. Бульончик я отправила в гуляш. То есть польза двойная от грудки. Теперь я отварила вкрутую 4 яйца. Почистила их уже. Грамм 100 сыра твердого взяла. Сметанка у меня. Одна луковица. Грибы, шампиньоны консервированные взяла я. Можно свежие грибы. У меня консервированные оливки для украшения. И майонез. Ну и блюда, где вы будете укладывать. И блюда для того, чтобы укладывать в своих этого салата. Да, зелень обязательно. Еще зелень. Петрушка, укропчик. Это тоже лучок зеленый можно будет для декора. Но у меня нет целеньких зеленого лучка. Тут уже, как ваша фантазия, можно будет украсить еще и травку сделать зеленым лучком. Итак, значит, последовательность приготовления нашего салата. Сейчас я открою шампиньоны. У меня они целые, не резные. Порежу, обжарю с луковицей на растительном масле. С первого грибы обжарятся. Добавлю потом лучок, потушится лучок. Слой грибов будет жареный с луком. Затем слой грудки. Грудку промажем маринезом. Затем белки отделим от желтков. Натрем белки. Сыр. Сверху желтки. И уже украсим потом белезой. Но все по порядку. Это мы увидим. Итак, сейчас я буду готовить грибы. Итак, лучок я пашем провала подготовить. Вот грибочки у меня такие, они целенькие. Вот таким образом. Бывает, продают резанные. Но я что-то резаных не увидела, купила. И вот таким образом мы их сейчас нарезаем. На ложки и пластинки. Ну вот, значит, лук у нас порезан. Грибочки вот так я тоже порезала. Три грибочка ставила на украшение сверху. Отправляем их жарить. Так, ну пока Алина там следит за грибами, они обжариваются. Я вот открыла оливочки. И сейчас для украшения я их на ствол березки. Вот такие полосочки нарезаем. Вообще в этот салат добавляют, ну это на любителя хочу сразу сказать, чернослив. Но не так много людей любят чернослив в салате. Но мы тоже не любим. Поэтому чернослива здесь не будет. На украшение у меня будут оливки. И в слой можно впустить тоже оливочки, чтобы, как говорится, не оставались. Можно будет в очередной слой, между каким-нибудь слоем, отправить в поливки черные наши. Так, грибочки я уложила в блюдо первым слоем. Теперь я филе курочки сюда размещу. Как говорят, кашу маслом не испортишь, так и грудиночкой здесь мы не испортим ничего. Я и так две небольших, два небольших кусочка грудки отварила. Немножко даже у меня еще останется уже, как говорится. Или все уже. Так, я ее даже немножко руками... Кубички эти на мне возьмутесь. Так, всю грудку выложим. Ну, вы уже, смотрите, хотите чуть-чуть добавьте, все дело вкуса. Но грудка тут нужна. И это нужно... Некоторые у меня сестра, она сразу перемешивает грудку в майонезе. Может, это удобней. Потом уже выкладывает. Ну, я вот сейчас вот так сделаю. На грудку майонеза не жалеть. Если вы заметили, на грибы мы майонез не мазали. Там масса достаточно. Они жарились в масле. Все, вот так немножечко мы это делаем. Промажем хорошенечко. Стараемся делать это все, чтобы наша грудка вся была пропитана майонезом. Еще сюда мы добавим. Не сеточку я тут делаю, а грудочку пропитываем хорошо, чтобы салат наш был, не был сухим, а был вкусным. Майонез я не использую домашний здесь, хотя у меня есть домашний. Ну, не знаю, захотела взять фабричный махеев у меня майонез. Все. Теперь я, я еще раз говорю, кто-то чернослив отправляет. Я порезала и отправлю сюда оливки. Слой следующий будет оливочек. Тоже так раскидаем по поверхности, чтобы у нас равномерный слой был. В любом кусочке взятом порционное на блюдо себе попались все свои были. Вот так. Сейчас я отделю белки и желтки, и желтки сюда, извиняюсь, белки потру сюда. Следующим слоем я на крупной терке натираю белки. Сейчас их натрем, потом по поверхности аккуратно распределим. Вот у меня желточки без белков. Четыре яйца я взяла. Натираем белочки. Так, я буду продолжать натирать. Так, в начале видео я еще не озвучила, что нужно будет огурчики. Кто-то соленый сюда натирает огурчики. Я свежие буду огурчики натирать. Так, вот это у меня белочки прошлись. Немножечко сейчас... Тут уже много не будем майонеза. Так, он разойдется. Теперь я должна на терочке натереть огурчики. И отожму, чтобы влаги не было сока. И поверх положим огурчики. Поверх белков положим огурчики слой. Так, натираем огурчик. Я пока один огурчик натеру, потом посмотрим, второй стоит нам. Или обойдемся одними. Так, заметим, да? Я сказала, нет, слои я не просаливаю. Салаты, которые у меня с майонезом, я их не солю. Так, если кому-то уже будет маловато соли, пусть себе уже в тарелочку солят. Так, огурчики я натерла. Так, вот так берем, отжимаем. Нам нужна только свежесть огурчика, текстура его влажная, но не... Мокрая. Опять, да, одного огурчика мне хватит. Вставляем, что-то так вот огурчик. Повторяю, можно соленый огурчик. Кто-то поострее любит такой салатик, может. Ну, я как хочу весенний вкус придать этому салату. Поэтому я делаю со свежего огурчика. Свежесть огуречная, она блюду придает свежесть. Так вот, одного, как видите, огурчика, я думаю, достаточно нам. Мы тоже распределим. А может, и еще натрем. Может, и еще натрем. Я на низ блюда положила листья салата у меня были. А давайте еще огурчик потрем, да? Или достаточно? Или потрем? Нет, достаточно. Все равно жидкость будет давать. Больше мы не будем. Теперь я сюда, прямо на салат уже, на мелкой терочке, буду натирать сыр. Твердый сыр будем натирать. Ну, чтобы все, наверное, знают, кто не знает, чтобы сыр не прилипал к нашей терочке и хорошо отставал, нужно смазать растительным маслом поверхность вот эту. Сейчас я смажу немножко растительным маслом. Так, натираем сыр прямо на салат сюда. На мелкую терочку, вот такая стружка, натираем. Таким образом, стараемся аккуратненько натереть. Так, ну вот я сыр натерла. Можно хорошо, конечно, и верхний слой делать, сыр кучерявая такая поверхность будет. Но на белой поверхности белая береза наша не очень хорошо будет выделяться, поэтому я не делаю сыр сверху. Сверху у меня будут желточки. Поэтому сыр мы тоже смажем майонезом. Как можно аккуратненько, да? Чтобы он везде у нас был. Нужно просто тонкую сеточку сделать. Сейчас я сделаю тонкую сеточку. И так, не создавая себе больших проблем, сыр лучше вот так мы сейчас... Ой, большой отрезала. Извините, извините, извините. Потоньше нужно было, чтобы струечка. Ну, и на старуху бывает проруха. Всё, я трогать не буду, размазывать. Я сейчас буду сюда натирать желточек. Будем натирать желточек. Будем натирать желточек. Да, извините. В общем, идея такова, что тоненькую... Немножко отрезаем от уголочка майонеза. И тоненькой струей делаем сеточку. У меня там видео есть. Что-то я размах взяла большой. Сейчас натираем поверх всего этого желток. Желтки. Так, всё уложили. Давайте... У нас будет же берёзка здесь. Немножко площадочку вот так всё-таки примнём. Примнём площадочку. Так. Покругу мы не будем приминать. А здесь немножечко мы поле деятельности для своего художества сделаем. Так. Где-то что-то покрошилось. Не переживайте. Всё потом подправится. Так, теперь нам нужен майонез. Так. И можно нам ствол сделать. Этот майонез потом... По желточкам пойдёт. Стараемся, конечно, чтобы ствол ваш был... Похож на ствол, да? Ствол будем декорировать. Чтобы это нам напоминало ствол берёзки нашей. Да, что-то у меня, конечно, получается не супер дизайн. Здесь вот я поставлю грибочки, которые оставляла для украшения. И теперь нам нужно пару ещё веточек сделать и петрушечкой украсить. Украшивать будем петрушечкой. Ну, вот такая берёзка, такой салатик у меня получился. Как и любой слоёный салат, он должен немножко постоять. Сейчас его подправлю немножко и уберу в холодильник остывать. Салатик белая берёза у меня готов. Ну, как всегда, времени нет подождать, когда он остается. Сейчас я, наверное, всё-таки отрежу кусочек и посмотрим, что у нас в этой берёзе, на этой поляне, в середине полянки. Вот наша берёзка в разрезе. Салат очень вкусненький, симпатичный. Вы можете, конечно, ещё красивее сделать, аккуратней. И, как говорится, для тех, кто не знал об этом салате, дана основа приготовления этого салата, идея, а вы уже творите. Всего всем доброго, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.